Как вы относитесь к сегодняшней политической позиции Андрона Кончаловского, с которыми у вас были прекрасные интервью двойные? Не знаю, прекрасно или мне всегда было с ним интересно, то, что с ним происходит, мне понятно, он давно на этом пути находится. Может быть, у него радикально изменилась позиция, не знаю, но это для меня немного подсветило и его прежнее искусство. Я понял, что в нём всегда не хватало радикализма, оно всегда было, понимаете, немножко по чужим следам. Видимо, в какой-то момент это привело к тому, что этот недостаток резистентности или, если угодно, недостаток своего выразился в готовности совпасть с генеральным трендом. Это большая опасность. И самое главное, что очень досадно, что некоторые люди запороли себе карьеру навеки и безнадежно. Даже не карьеру, а вот память. Что вот они этим остановятся. Не только потому, что в разговоре запоминается последнее слово, а потому, что определённую подсветку, определённую линию всей жизни придают последний момент. Об этом хорошо у Синявского в мыслях-расплох будем готовиться к смерти, главному событию нашей жизни. Это, конечно, немножко радикально. Я так не думаю. По крайней мере, рождение не менее важный момент. Но всё-таки, это как один студент у меня тоже говорит, я никогда не могу назвать рождение счастливым днём. Ничего особенного хорошего в этот день со мной не случилось. Да и с тех пор я не слишком избавовал. Ну, можно так смотреть на вещи. Но смерть всё равно придаёт всему подсветку. Поэтому самое главное, это вот я помню, у меня Леонид Филатов говорил, я всё время думал, когда я умирал, у меня было чувство, меня Ермольник спас. Я в этом санатории, куда меня отвезли, я умирал, я был уже совершенно никакой. И у меня главная была мысль, ты всю жизнь столько выделывался, не дай слабину сейчас. Вот самое главное, так сказать, не обосраться перед концом, не дать слабину. Вот это самое главное. При этом совершенно не важно, какую позицию ты будешь занимать. Важно, чтобы это была позиция последователя, чтобы она не противоречила предыдущему. И главное, чтобы она была, ну, немножечко такая нонконформистская. Вот этого больше хотелось. Потому что человек рождён уже всё-таки преобразовывать среду, а не адаптироваться к ней. У меня, вот, я помню, одна из девушек, которых я очень любил, она занималась биологией профессиональной, и она мне доказывала, что главный критерий совершенства, так сказать, живого существа – его адаптивность. И это главный механизм эволюции. А мне казалось, что его неадаптивность, его, так сказать, желание не приспосаблено. Продолжение следует...